Девушки отдыхают Когда мы приходим в галерею, очень часто работает такое отношение, что это всего лишь искусство. То есть это такая какая-то зона, где можно все что угодно, но это всего лишь искусство. Когда ты выходишь за рамки этого, это воспринимается намного более интенсивно. Мне кажется, вот сама реакция на эти выставки, желание его закрыть, запретить, от этого избавиться, это уже само по себе свидетельствует о том, что действительно есть какой-то потенциал какого-то влияния. То есть люди ощущают это влияние на себе и они его боятся. На мой взгляд, сейчас актуально развитие, ну как бы, что-то называется гражданское общество, да, какой-то сетевых структур и таких антипоталитарных, все такое. И для этого необходимо пользоваться языком современного искусства. Мне кажется, так. Кисанька! 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 Продаются герои, вписываясь в формат и занимающие ниши. Продаются революционеры, если узнают, кому придаться. Продаются даже психи. Больше того, психи продаются швидше за инших. Продаются брати, которые обещали отстреливаться за баррикадами. И продаются враги, которые погрожили помстить. Вчера было сказано, что чтобы дерево выросло, нужны корни. Вот мне кажется, что мы находимся на той стадии, когда у нас проблема вот с этим уровнем. То есть не хватает как бы подпитки, низовой. Нужно двигаться от культуры протеста, которая очень часто паразитирует на том, что отрицает. Культуре, политической культуре, которая открывает новое пространство. Которая говорит о невозможном, о том, что сейчас кажется утопическим. 20 лет я пишу картину. Только один день в году. Праздник День Белорусской Независимости 25 марта. И когда я буду дописывать картину, и наш отдел культуры, государственный орган, который занимается культурой, скажет мне, давай мы выставим это в музей, сделаем дискуссию. Только тогда я с полным правом вам в Германии, в другой стране скажу, что наша страна стала демократичной, европейской, культурной. История також вчить, что рано или поздно все стают мудаками. Деяки попускаются, но потом стают мудаками по новой. Можно, конечно, назвать их при этом оригиналами или деваками, но мудак он и не мудак. Как его не перейменивали? Редактор субтитров А.Семкин